так выравнивать долговато давайте вверх теперь разберемся как с верхом быть вот так вы его ставите и вот так вот тянете на себя придавая форму ботинку потихоньку вот так вот отбивая центр придавая внешний вид нашему ботинку здесь вот можно подправить вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно сделать пошире сайзом... Так, вот этот повыше... Так вот можно сделать пошире его... Так, ну это всё нам пока не надо... Вот давайте теперь с помощью TheModeller... Разберёмся, как сделать так, чтобы какие-то части у нас не округлялись... Это делается с помощью вот этой клавиши Крис... И ставите Edge Partial... И вот так вот на подошву наносите... Видите, появилось... У нас усиление... И давайте посмотрим, как теперь будет выглядеть модель... Опять нажмём клавишу D... Вот уже... Она будет покрепче... Эта часть... Её надо... Можно даже её чуть-чуть выше поднять... С помощью Draft Size... Или MOV... Вот эту... Определим большую часть подошвы... Доработаем... Делаем, конечно, поровнее... Возможно, нудно рассказываю что-то... Ну уж извините... Тут... Быстро не наговоришь... Процесс такой... Так... Также можно добавлять здесь с помощью... TheModellier... Кто уже работал, знает... Добавлять вот эти вот грани... Рёбра... Это с помощью... Так... Давайте включим... Insert... И включим... Платы стоят... Так... Нет... Верно... И... Верно... вот поле группа включаем и вот можно вот так вот добавлять чтобы у нас обувь была более-менее такая крепкая все выравниваете смотрите чтобы все более-менее было по сетке правильно и тогда обувь у вас получится так как мы в принципе все можно добавить еще вот сюда вот так и теперь давайте посмотрим вот такая неказистая на первый вид вот теперь уже более-менее похож на ботинок так теперь давайте сделаем за ремеш всем привет не знаю удалось видео первое по обуви нет но давайте дальше рассмотрим варианты как что можно сделать вот с этим ботинком вот вы видите какой внешний вид давайте уберем вглубь вот эту часть как это можно все сделать так немножко дивайдов на все-таки прибавим и кисть еще уменьшим чтоб вот эти вот бока убрать control alt стирает нашу маску вот здесь чуть-чуть добавим вот так вот и теперь давайте зайдем деформацию и поиграемся с сайзом вот этот сайз кнопка так y отключим на xz попробуем сделать вот так она вглубь убирается снимаем маску теперь можно прибавить дров сайз и немножко и и шифтом так вот выводить что-то в этом духе будет получаться так теперь давайте рассмотрим как сделать это боковые вот эти части можно поработать в браш включим так автомаскинг и поставим вот этот до упора полосок mask by polygon и теперь давайте еще маской поработаем вот так вот нарисуем что-то прибавим дров сайз и вот так вот побольше площадь замаскируем так здесь у нас будет пятка допустим давайте под нее освободим место вот так вот и теперь сюда нарисуем делаем работа вы видите что не быстро время уходит видео вот так вот много не расскажешь ничего только на ускоренной на ускоренные видео снимают там многие не могут понять что и когда и жмется что делает человек так ну вот такое у нас получилось давайте нажмем control w назначим полигруппу вот такая у нас полигруппа вышла и можно еще что сделать назначить нарисовать вот именно нашу пятку вот эту посмотрим как она рисуется и также чуть-чуть подкорректируемые чтобы пятка заходила на предыдущую полигруппу чтобы не было тут разрыва всяких лент так давайте еще посмотрим в принципе для показа пойдет так что теперь сделаем а а теперь мы зайдем как по прошлому видео edge loop вот открываем геометри находим edge loop и жмем панель loops вот у нас проявились так сказать наши полигруппы и теперь можем мы новым поработать вот так можем выдавить наши группы вот такой будет у нас кант эту часть можем убрать потом и вот так вот можем вытянуть нашу пятку вот так все это выглядит может быть неказисто но все равно уже что-то видно как-то уже обувь приобретает становится обуви вот что-то такое получается также можно здесь подкорректировать чуть-чуть сделать глубину сделать потолще поменьше вот эту часть так вот где-то вот таким образом сделаем масочку и теперь что можем сделать мы можем так вот так вот здесь поменьше сделаем можем теперь мы работать непосредственно с маской инвертировать ее и взять также деформации убрать ее вглубь а потом на это место подставить язык или можем с помощью вот этой маски сделать сразу язык это саптулы экстракт 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 уберем дублирование прибавим чуть-чуть толщину и экстракт нажмем вот у нас появился язык вот он и теперь можно снять маску все теперь можно ее доработать вот это вот этот язык можно доработать так опять включим курс все работает и теперь давайте попробуем мир and well от зеркалила но не в ту сторону так это мы сейчас поправим все уберем так ну все в принципе вот такой вариант есть так если мы теперь включим саптулы вот такие есть варианты вот это и и и и